Привет, мои любимые. Добрый, прекрасный день. Смотрите, какая красота. Я иду в магазинчик, надо купить хуриточки молока. Может быть, маленький мед куплю. Сказали, надо добавлять. Короче, у нее или очень мало, или совсем нет молока. Мы уже стали коровьим молочком подкармливать малышей, потому что им вообще не хватает. Они постоянно пищат, расползаются и так далее. Мы забрали их в дом. И один щеночек ночью позавчера умер беленький. Короче, мы расстроены. Вообще, Юлька плакала весь день вчера. Как говорит, я такая дурная. Взяла этого щеночка и начала уносить. А хурито у меня его выхватывает и назад несет в будку. И вот сейчас она уже... Вчера целый день, всю ночь мы не спали все с этими щеночками, перенесли их домой. Отпаиваем их и не знаю чего. То ли она эту девочку придавила, то ли реально от голода умерла. Ну, щеночки все такие, знаете, как сказать, истощенные. Вот они родились более живчики, чем сейчас. И мы правда вообще все ночь не спали. Каждые там полтора-два часа их кормим, потому что они реально истощенные. Ну, короче, я тоже вообще расстроенная и себя виню. Я видела, что у нее мало молока, но я проверяла и видела, что там так молозиво. Думала, что потом через 3-4 дня будет молочко. А получилось, что молочко не пришло, и они все такие замученные. Ну, я как заглядывала в будку, не хотелось сильно тревожить, чтобы она вообще от них не отказалась, понимаете? Вот такая собачка. Привет! Привет, маленький! Ты такая хорошенькая! Вот. И чем меньше туда лазишь, тем она спокойнее и деточки спокойнее. Ну, я видела, спят и спят. Все хорошо, все хорошо. А вчера Юлька утром заглянула в будку, а миленькая, уже мертвенькая. Ну, короче... Юлька плачет целый день, вообще не могу ее успокоить и ночь. Я говорю, солнышко, ну ты что? Ну, так случилось, не верно. Она себя винит, я себя виню, что я тоже посмотрела. У меня что-то были собачки, и я себе не знаю. Короче... Ну, что я... Сейчас куплю молоко и мед. Немножко добавлю в медико-фориген, что-то. Молочко оброшу. Пошла таксочка с ребятками. Такая миленькая. Она... А Юлька говорит, я же хотела тебе подарить эту беленькую, ты же ее выбрала. Я говорю, ничего, солнышко, все хорошо. Так случилось. Не надо плакать. И Хорочка чувствует, что ты расстраиваешься, она вся на тебя заточенная. В общем, такое у нас какое-то прошивание. Правда, грустно. Я вроде бы... И осознанно, как наблюдатель, наблюдаю за своими там мыслями, за переживаниями, за огорчениями, за всем. И осознаю, что к кому это все приходит. И в то же время все равно, знаете, какое-то такое, как атмосфера или что-то. Ладно. Я люблю вас. Пошла в магазин. Небо обалденное.